Приветствую вас, друзья мои! Это Новосибирск, это Зайльцовский район, это вот речка Ельцовка. И на речку Ельцовку смотрит один известный человек, потому что, наверное, изучает то место, где имя Марии Лондон будут в ближайший месяц искать и изучать особенно подробно. Маша, привет! Можно я буду называть тебя Машей? Можно, причем давно тебе можно назвать меня Машей. Маша, привет! Вот на что ты здесь смотришь? Почему ты здесь стоишь сегодня? Почему я здесь стою сегодня? Потому что надо разглядеть как минимум внимательно все-таки эту речку, из-за которой столько баталий, из-за которой такая война вообще идет в Азии, которая является самой большой проблемой. Городок, конечно, это уже не тот городок, который был. Расскажи немножко о себе. Как тебя звали при рождении? Помнишь, как тебя пишут в Википедии? При рождении имя было вот таким. При рождении я была Марией Эдуардовной Левиной. Левиной? Да, Левиной, конечно. Моя девичка фамилия Левина. Папина фамилия? Папина. Как папа, как здоровье? Получше, сейчас получше. У нас были весной и в июне тяжелые времена. О, здрасте, можно вас на минутку? Можете подойти? Извини, пожалуйста. Так, тут такой жанр, понимаете, надо ориентироваться на зрителей тоже. Иногда буду прерываться. Я прошу извинить. Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Нет, извините, не знаю. Вы не знаете, кто такая Мария Лондон? А вы откуда? Я здесь живу, но я из Армении. Вы из Армении? А почему вы помахали? Потому что я по вашей онлайн программой все время смотрела. Вот, слушайте, какая еще... Слушайте, это счастье. Мария Лондон не знает, а меня знают. Это что-то не бывало. А вы давно на Сибирске живете? Да, уже 20 лет. 20 лет? Угу. Так, ну, наверное, вот это вот видишь? Вот Мария Лондон. Здрасте. Как вы думаете, чем должен заниматься депутат? Как чем? Все вопросы решать. Какие, например? Вот какой самый острый вопрос здесь у вас? Вы здесь живете? Да, здесь живу. Что вас беспокоит? Мне беспокоит, что очень мало школ в Новосибирске, что школы все переполнены. Вот так? Да. Понятно, спасибо. Вот считай, что это наказ, оказывается... Будем считать. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Слушай, для меня такая лесть, я теперь буду гордиться, не только знакомством с тобой. Ну вот, а теперь ты Мария Лондон. Да, да. Подожди, ты выросла... Ну вот коротко, давай. Все знают Марию Лондон, но не все знают про Машу Левину. В Академгородке это какая школа? 130-я. Ну как же, значит. Да, 130-я. Папа, папа чем занимался? Папа, педагог, музыкант. Он в Новосибирске собрал детский сиванческий оркестр, который уже больше двух десятков лет. Суши. И сейчас он существует этот оркестр? Он существует, ну, уже практически автономно, потому что ребят просто собираются сами, репетируют. Иногда папа, когда нормально себя чувствует, в общем, они его тоже забирают, играют вместе с ним. А у папы какой инструмент основной? Основной. Основной духовые. Кларнет, флейто, саксофон. Ну, это как бы он преподает, и кроме того... А ты училась музыкальностью? Ну, а как же. По какому классу? Фортепиано и флейто. Сейчас можешь сесть вот сыграть что-нибудь? Ну, конечно. Бывает, что прям хочется, например, звуки извлекать? Бывает, да. У меня уже давно нет фортепиано дома, но периодически я прям думаю, что, конечно, надо. А с какой музыкой ты отдыхаешь? Ты знаешь, на самом деле, вот это, наверное, будет банально звучать совсем, да, но Вивальди на первом месте, Моцарт на втором. Ты же вот привыкла, когда оператор начинает командовать, да? Да, конечно. Вот немножко довернись, потому что вот люди должны видеть то, что они не видят по телевизору. Ты их очень близко мне посажешь, это ужасно. Я покажу, посмотрите, какие чудесные, например, глаза, которые не очень-то видно по телевизору, когда издалека, с хорошим, с правильным светом показывают Марию Лондон. Нет, не видите? Здравствуйте, вы здесь живете? Да. Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Лондон, Лондон. Мария Лондон. Нет. Маша, у тебя большие проблемы, оказывается. Тебе надо будет... Тебе надо будет... Здравствуйте, я вас снял, спасибо. Спасибо. Тебе, то есть, тебе вопрос узнаваемости надо будет поднимать. Да, да. Оказывается, телевизионной известности это не сто процентов. Конечно, нет. Потом, учитывая, какую программу я делала, да, совсем не все жители Новосибирска ее смотрят, я думаю. Ну, вообще, новость тебя узнают? Не очень часто, редко. Чаще меня узнают по голосу. Вот голос, да. По голосу меня узнают чаще. А ты не пробовала петь такой контральт? Да как же ж. Конечно, пробовала. И неоднократно. И как? И успеете? Ну, почему? Это чем-то закончилось? Да. И продолжается? Нет, я записала несколько песен. О, как. Да. Ну, значит, я когда займусь съемкой клипов, мы с тобой будет о чем поговорить. Расскажи, пожалуйста, ты одна была в семье или как? Одна, к сожалению, да. Я всегда мечтала о братике или сестренке. И поэтому у тебя своих? Двое. Двое. Своих двое. У меня уже внук есть. Внук? Да. Ты молодая бабушка? Да. Ему будет три года в октябре. Прогадим городок немножко. У тебя остались друзья с детства? Друзья детства такие бывают? Вот прям друзья-друзья, к сожалению, нет. Моя совсем прям подруга с раннего детства, она ушла некоторое время назад. Но она жила в октябре городке. У вас смысла ее теперь нет больше совсем? Онкология. Вот. А большинство моих одноклассников, там всех с кем я училась в школе, с кем мы дружили, все в основном разъехались. Немногие остались в этом городке. Вот прям из друзей друзей знакомых, конечно, огромное количество. Мама у тебя чем занималась? Мама художник-керамист была тоже. А вот у тебя руками режешь что-нибудь делать? Нет, они у меня не с того места. Абсолютно. Но зато у тебя язык подвешенный. Ну слушай, вот ты иногда говорил, кажется это ваш был девиз, новости нашей профессии. Да. Ну это не только наши, это собственно и на НТВ был какой-то такой девиз. А ну да, и там мы за честные новости. Да, много было. Слушай, а разве могут быть новости какими-нибудь, кроме как честными? Ну посмотри Россию один, НТВ, Первый канал, да или собственно любой. А, они это называют новостями? Да, конечно. Может быть это просто не новости? Ну, по мне так это даже нельзя. В эфир и в камеры говорить, что это, но... Хорошо, тогда мы сможем... Вот ты журналистике училась? Кем ты себя называешь? Журналист или ты кто? Журналист. Журналист Мария Лондон. Теперь еще и кандидат Мария Лондон. Да. Ну, про кандидатство мы и поговорим, но интереснее про Марию. Про Марию. А чему и где ты училась? Где тебе понравилось? Что это было тебе? Ой, чему и где я только не училась, это знаешь... Я уже забыла все места, где я училась, но поскольку... Да ладно. Да, да. Нет, я мечта... Я поступала в Москве. Ну, обычно, значит, вся эта история, все театральные, до кучи. Вот. Где-то даже я прошла второй тур, приехала в Новосибирск, чтобы подготовиться на следующий год, но вышла замуж. Как ты так сказала, но... То есть это было неожиданно? Нет, это было не то, чтобы очень неожиданно. Вот. Ну, как-то знаешь, в общем, с планы не срослись. Планы с московскими вузами и планы в личной жизни, в общем... То есть ты... Не бились никогда, да. Да, я предпочла любовь. В связи с чем отправилась в колледж культуры и искусств. Да, тогда он назывался областное училище культуры. И поступила... Ну, поступила, это громко сказано, туда было несложно поступить. Первый год, по-моему, первый. Это был первый набор театральной режиссуры. Ты хотел заниматься театром? Да, конечно. Конечно. Очень хотела. Слушай, на телевидении тоже ведь театр? Так вот именно. Нет, дело в том, что, понимаешь, как бы о журналистике мечтали, я не знаю, каждый третий, по крайней мере, в академгородке. Но все понимали, тогда журналистика была только в Москве и в Екатеринбурге. И, по-моему, еще было в Владивостоке, да? Больше нигде не было. Поэтому, если не было возможности вот так вот плотненько уехать, то, в общем... Мы тогда не представляли, что можно стать журналистом, не имея специального образования. Но я тебе скажу, что позже... Но ты режиссер? Я режиссер, да. Я режиссер, да. Да. После этого я поучилась немножко в пид-институте на пиаре, но поскольку я очень быстро поняла, что меня принимают экзамены, учат меня люди, которые разбираются в этом меньше, чем я, а я на тот момент уже была, по-моему, уже побывала шеф-редактором вестей на ГТРК, ну, не говоря о том, что я много лет была главным редактором новостей на антенн. Ну, в общем, понятно. А их учить у тебя времени не было? Да, абсолютно. Да. С какого возраста ты на телевидении? Ой. Так, сейчас я скажу. С 92-х лет. С 24-х? С 92-го? Да. А как попал на телевидение? Как угоразилось? Это был такой план или это была случайность? Нет, не было никакого плана. Абсолютная случайность. Увидела объявление, бегущую строчку по телевизору и поехала. И все. Ну, ты уже была к тому времени мама? Да. Да, конечно. Сколько было? Это сын у тебя старше или дочь? Дочь. Дочь. Да, ей было два с небольшим. А, дочка подняла на ноги и пошла на телевидение? Да. Да. И в какой роли ты сначала была? Корреспондента. Меня взяли сначала на эстетический срок, само собой. Потом уже меня взяли штатным журналистом. Потом. И появилось такое симпатичное лицо Мария Чащина тогда? Сначала Чащина. Да. И привлекла внимание не только внешностью, так я понимаю? Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Можно вас спросить? Меня Тимур зовут. Я блогер, снимаю. Маленький вопрос. Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Нет. Не хотите говорить? И знать не хотим. И знать не хотим. Вот бывают такие люди. Да, молодых людей спросим. Здравствуйте. Можно вас спросить? А вы на выборы ходите? Мы несовершеннолетние. Мы несовершеннолетние. Мы несовершеннолетние. Ну, слушай. Как же с людьми-то говорить? Я тяжелый. Тяжелый у тебя вокруг. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Можно вас спросить? Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Журналист. Журналист. А вот, смотрите, вот стоит Мария Лондон. Она собирается стать кандидатом в депутаты. Можете вы ей сказать? Вы здесь живете? Нет, мы не здесь живем. Ну, хорошо. А чем должны заниматься депутаты? Спасибо. Ну, ладно. Ну, хотя бы мы нашли человека, кто знает Марию Лондон. Хорошо. Не спрашивай больше никого. Не будем больше. Ну, убедились, что все-таки известность есть. Да-да. Ну, а люди говорить, тем более, на политические темы не очень хотят. А так, вернемся к твоей биографии. Дочка сейчас где? Где? Здесь. В Новосибирске. Знаешь, у знаменитых людей, у богатых людей порой дети далеко. Где-нибудь бывают. Нет, моя дочь и училась здесь в Новосибирске, и высшее образование получала в Новосибирске. И сейчас живет в Новосибирске. И чем она занимается? Ну, пока она мама в основном. Вот. Но пытается потихонечку как-то собственный бизнес какой-то организовать. Не очень это пока получается. Ну, как бы он мелкий, мелкий. А вот из-за всех этих пандемических историй, в общем, так, немножечко в упадке все это. Кем она тебя порадовала? Она меня порадовала Максимом Михайловичем. Максимом Михайловичем? Да. Сколько сейчас у Михайловича? Будет три в октябре. Ну, это уже Михайлович. Абсолютно. К сожалению. Вот сейчас не очень. До того, как началась вся эта пандемия, коронавирус, это было почаще. А сейчас, к сожалению, пореже. Понятно. Ты работала, работала на телевидении, и с Чащиной стала Лондон. Да. Такое бывает. Да, такое бывает. Вы знаете, буквально вчера был день памяти Якова Лондона. Ты хочешь, мы можем о нем поговорить? Да, конечно. Вот кто-то, почему вдруг Лондон? Ты имеешь в виду, в каком смысле? Ну, ты стала Лондон. Это вот взяла и сменила фамилию. Я имею в виду, ты же не фамилию сменила, ты жизнь поменяла. Да, я жизнь поменяла. Вышла второй раз замуж. Да. Что это было? Это... Ну, ты понимаешь, как бы тут просто все вместе увязалось, да? И личные отношения, профессиональные. В общем, когда стало понятно, что разъехал по вечерам, делая новости, мы не можем. Ну, собственно, так и стало Лондон. Решили, сделали новость. Сэкономить. Да, да, да. Чтобы не разъезжаться. Каким он был парнем? Ну, он удивительный абсолютно был человек, да. Очень сильный, фантастически сильный, очень креативный, с очень жесткими принципами. Он такой негнущийся был. То есть, мужчина, который мог женщину завоевать? Да, конечно. Он тебя завоевывал или ты его соблазнял? Давай мы его узнаем. Он тебя завоевывал или ты его соблазнял? Нет, мне не пришлось абсолютно. Более того, там, достаточно долго я всячески укрывалась. Так что, это было целиком его засунем. Ну, он, правда, говорит всем, что, конечно, это я говорил. Да. И у вас родился сын? Да. Где он? Чем занимается? Кто он? Он Михаил Яковлевич, Лондон. Сейчас он пытается тоже каким-то бизнесом заняться своим в Москве. Вот, но, в общем, здесь, правда, бывает чаще, чем в Москве. Вот он буквально позавчера был, прилетал на Сусе. Слушай, вот расскажи мне, пожалуйста, раз мы заговорили о мужчинах. Что тебе не нравится в мужчинах? Ой, ну, первое, это глупость. Жадность. Ну, вполне наборно. Слушай, я так подумал, интересно, если сказать глупость про женщин, вряд ли кто-нибудь станет представлять это на первый недостаток. Ну, мне кажется, самое страшное, что может быть, это глупый мужчина. Но еще страшнее глупый и жадный мужчина. А еще? Еще страшнее, чем глупый и жадный. Глупый, жадный и трусливый. А вот когда глупый, жадный и активный. А глупый, жадный и трусливый. Тут, да, тут слушаем, о боже, сколько вариантов. Я никогда про это не думала. А, ты все больше смотришь напрямую. А что для мужчины важно? Чем тебя мужчина может приятно удивить? От чувством юмора. Блин, сразу знаешь, когда надо пошутить, ни одного шутка не приходит. Чувство юмора? Да. Ну, это, по крайней мере, признак ума. Да, это очень важно. Да, как минимум. Еще? Ну, какими-то неординарными поступками. Вот я же это умел. Запросто. У него это все было запросто. Причем это, когда, понимаешь, не вымученная история, а когда, ну, человек так по жизни идет. А есть женщины, которые тебе нравятся? Ну, я имел в виду, вот чем тебе, может, женщина понравится? Очень многим. Ну, опять же, понимаешь, мозги и чувство юмора на первом месте. Наверное, да. Ну, я вообще, мне очень нравится смотреть на красивых женщин. У меня не появляется злобная черная зависть, да, я смотрю и думаю, боже мой, какая красивая. В этом мы с тобой совпадаем, я не знаю, будем долго делать интервью. Да. Здравствуйте, извините, можем вас спросить? Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Да, я знаю. Вот Мария Лондон, она хочет стать кандидатом вот здесь, если вы здесь живете. А я к ней не очень хорошо отношусь. О, это очень интересно, почему? Она к Сталину относится неоднозначно. Хороший вопрос. Просто у меня дедушки и бабушки все репрессированы, мне сложно к нему относиться. Хорошо. Я понимаю у вас, но у меня тоже половина родни было, за красных, половина за белых. Но есть правда, а есть ложь. Человек, при котором население росло, и которое в кратчайшие сроки восстановило потерю в Великой Отечественной войне. И что сейчас происходит? Вы знаете сейчас сколько численность населения России? Да никто не знает. Вы правы. А еще чем не нравится Мария Лондон? А так, в принципе, мне ее критика приятна. Она по делу очень часто много говорит. Я с удовольствием вас слушаю. Спасибо. А вот если она станет депутатом, я сейчас ни за что не агитирую, или вообще просто депутату, на что бы вы попросили обратить внимание, тем более если вы здесь живете? На честность. Честность? Да, чтобы слова соответствовали делу, не расходились. А проблема номер один вот здесь, вот в этом месте? На что обратите внимание? На Новосибирске? На Новосибирске, Зайцовском районе. Ну, знаете, я немножко другими вопросами не занимаюсь. Более глобальными. Честности достаточно, да? Честности достаточно. Ну, наверное, порядочность. А? Порядочность. Я тебе сказал, когда все будут работать, честно, тогда все и будет. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Слушай, какие у нас бывают люди откровенные. Берут и так в глаза и говорят. Хорошо. А? Хорошо. А вот расскажи вот эту... Я же не спросил про давних предков. Ты говоришь, люди попали в адрепрессии. Да. Это и по маминой, и по папиной? Да, конечно. С обеих сторон, причем там, ну, перестреляли благополучно почти всех. Да, дедушка мой, они с Украины приехали сюда. Он был директором завода вагоноремонтного, который... На Первомайском районе, да? Да, да, да. И жили в Первомайском районе. И он всегда ходил с одним патроном. Всегда. Он всегда был готов к тому, что его заберут, потому что... Для себя патрон? Да, да. Надо же. Да. При том, что он был директором. Это дедушка, который левен? Папин, папа. И в результате он ушел на фронт и подорвал себя на Катюше, когда они в Украине попали в окружение. Понятно. То есть он был человек принципов? Да. Ну, ясно. То есть для тебя история, это прошла через семью. И ты вообще из интеллигенции? Ну, получается. Получается так, да. Получается так, да. Что-таки вот интеллигентный... Что должен сделать человек, который может быть в очках, там, например, как я, чтобы перестал полагать его интеллигентным человеком, считать полагать интеллигентным человеком? А чтобы перестал? Ну, да. Ну, там, умный, начитанный, я не знаю, образованный, вежливый. А вот какая черта вычеркивает человека из списка интеллигентов для тебя? Ну, хамство, в первую очередь, естественно. А можешь привести тогда, почему же ты идешь в депутаты? Это связано как-то с твоим отношением к мужчинам, к женщинам, к интеллигентам? Нет, абсолютно. Нет, нет. Это твоя первая попытка? Нет, вторая. Первая была в 2000-м. Неудачная? Неудачная. Тогда товарищ Сулейманов, что-то там порядка сотни голосов, значит. А, припоминают. Да, да, да. Ну ладно, за одного битва двух небитых дают. Так зачем ты идешь? Хочешь, зачем стать депутатом? Ну, надоело просто, да, смотреть на то, что происходит в городе. Ну, просто надоело на точную застройку, вот на весь этот бардак, да, когда огромное количество, вообще территория раздается противозаконно, когда в городе грязь, пыль, дыры, ямы. Если бы наш депутат, наш городской совет не проголосовал в свое время за поднятие тарифов, значит, не было бы той войны, которая была в городе. Все хотят от протеста. Они поддержали, они могли этого не сделать, и все. Да, причем почти все депутаты так сделали, коммунисты, Единая Россия, чтобы они теперь не говорили. Мне просто поражает, да, вас кто просил это? Ваш электорат, ваши избиратели попросили поднять тарифы. Вы здесь зачем сидите? Вы же тут слуги народа, вы исполняете наказы, а вы вдруг повышаете тариф. Как такое может быть? Ну, а что, ну, вот как журналисту тебе не хватало ресурсов, чтобы... Абсолютно. Нет, журналисты, знаешь, это какое-то время назад, там еще, не знаю, может быть, лет десять назад, вышедшая статья, да, или интервью могло что-то изменить. Сейчас уже нет, чихали они с высокой башни. Знаешь, все журналисты, я не знаю, там, в курсе ПИТа, наверное, тоже посылаешь запросы, нет? Ну, я не журналист, но я пробовал, да. Да, ну, это бесполезная история. То же самое запросы по ковиду, да, в Министерство здравоохранения. Когда каждый раз, мы уже знаем сто процентов, там, что в какой-то больнице произошла вспышка. И что отвечает нам Минздрав? Информация не соответствует действительности. При том, что все все знают, ну... Да, вы знаете, я вот в последние дни обратил внимание тоже на якобы вспышку статистики смертности, но запрос уже не буду делать в правительство, потому что у меня оттуда ответили глупейшие отписки, типа идите поищите в интернете ответы. Ну, вот и все. Знаешь, раньше они бы напугались. А о чем бы ты спросила сейчас, например, мэра или губернатора? Можешь задать прямо на экран, в камеру. Я бы спросила, не стыдно ли им? Ну, нет, скажешь, не стыдно. Я честно делаю свое дело. Ну, пусть скажешь, что им не стыдно, да. Локоть шел, мы же все уже 150 раз показали, да, где локоть стоит на дороге, помнишь, во время предвыборной кампании, и кричишь, что вот эти все ямы, вот это все безобразие, это явно деньги попилили. Так сейчас все еще хуже стало, да, товарищ, ты пришел и все испортил окончательно. Как такое может быть? Да, туда пришли журналисты. То есть локоть как мэр тебя не устраивает? Нет, конечно, абсолютно. Грязь, вонь, пыль, точечная застройка, все то, против чего он призывал в свое время, когда шел на избирательную кампанию, на первую мэрскую, все то, что он критиковал, именно ровно всем этим он и занимается. Давай молодых людей спросим. Я только не применяю. Ладно, хорошо. Здравствуйте, извините, можно вас спросить? Да. Вы на выборы ходите? Ну, собираемся. Собираемся? Да, я собираюсь, не знаю насчет моего друга. Вы здесь живете где-то? Я здесь живу. Скажите, вот если бы вас, вы могли дать поручение или наказ кандидату в депутату, то о чем бы сказать? Да даже не знаю. Даже не знаю, чтобы не было как с монстрацией в недавнем году, чтобы не было как с тангейзером, чтобы не было как с монстрацией, когда локоть выступил немного не на той стороне. И в целом, чтобы лучше работали в плане инфраструктуры, потому что метро, которое откладывается очень долгое время, и вот это абсолютно, лично для меня, я не знаю, то есть кажется абсолютно бесполезной, спортивной, которая строится недалеко. Ну как далеко, недалеко, на этом междуречном. Короче говоря, не знаю. Нужно развивать просто инфраструктуру, чтобы было удобнее перевещаться по городу, а не так, как сейчас абсолютно бесполезно. Кстати, вот стоит кандидат депутаты. Очень приятно. Мы сейчас с ней это обсудим. Спасибо за то, что вы предложили. Это очень интересно. Будем от вас ждать. Спасибо. Смотри, вот видишь, молодые люди смотрят трезво и очень… Вот эти темы, о которых ты говоришь, в том числе инфраструктура, действительно, надо ли тратить деньги на вот этот красивый, дорогой, одноразовый стадион. Это вообще безобразие. Я уже не говорю про то, что там никчемная станция получается. Ну, она будет удобно, но деньги, наверное, можно было бы потратить для других. Да, конечно. Она не будет лишней, так же, как у нас же не лишний Бугринский мост. Ну, сколько денег ушло. Да, может быть, эти деньги можно было потратить. Сейчас они еще за бубенят четвертый мост с огромными деньгами, на которые они могли бы из школы построить, привести город в порядок. Ну, вот представь себе, что ты, ну, скажем, у депутатов не очень много полномочий. Ну, вот если бы директором был я, была такая рубрика когда-то. То есть начальником была ты. Вот за что бы ты в городе взялась прежде всего? Как, что решать и как? Ты понимаешь, тут за что не скнись, за все хвататься. Вот именно. За всеми зайцами не угонишься. Ну, дороги. Ну, господи, это получается программа. Дороги, транспорт, пыль, благоустройство. Первая проблема, которая больше всего первая, что нам приходит, или самая тревожная, что первостепенная, что надо решать? Самая тревожная, к сожалению, не в видении города, да, это здравоохранение. Но, к сожалению, оно выведено из муниципалитета, да, у нас занимается этим исключительно правительство. А, по идее, это самое первое и самое страшное, что происходит. То есть твое первое внимание было бы на вот эти... Ну, смотри, каким начальником бы я была. Ну, достаточно, достаточно. Ну, я думаю, что это самое первое. И что там прежде всего? Доступность. Доступность первичного звена медицины. Это же невозможно то, что творится в поликлиниках. То, что скорая не приезжает к пожилым людям в гипертонии, это просто не считается, знаешь. Они просто не едут. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Когда у человека от давления 220 и признаки инсульта, они обещают в течение дня прислать терапевта из поликлиники. Ну, и, в общем, видимо, я не знаю, как Жванецкий говорил, да, уменьшить нагрузку на почву и не платить пенсии. Может, ребятам хочется. Ну, от наше время ковидное, тем более медицина вся отвлеклась на этих... Нет, сейчас-то это абсолютно беспредел, да, отменяются операции плановые в огромных количествах. Люди не могут попасть в врачу. У меня была история, когда у меня папа с острым болевым синдромом, мы не могли вообще никакого врача найти. Знаешь, мы просто чудом оказались через двое суток все-таки в больнице, в платной, в академгородке, но и через два дня нас оттуда выкинули из-за этого же ковида. Жилые и больные люди у нас просто никому не нужны. Я был депутатом и знаю, что эта работа очень много связана именно с заботами конкретных людей. Вот тебе, как журналист, бывает, что обращаются с какими-то проблемами? Очень много. Сейчас немножечко поменьше стало. А раньше было просто огромное количество. А не все эти проблемы удавалось решить тем более честным журналистам? Когда мне там пенсионерка жаловалась, что у нее зять дверь снял, не просил, чтобы я ее вернул, а тут у меня не получилось. Не, ну чудики-то это ладно, но вот бывают вопросы, которые как бы и в компетенции власти, или там в наши, а никаких можно решить, но они не решаются. Вот что может депутат? К нему приходят и говорят там, я не знаю, вот надо решить квартирный вопрос. Или тот же вопрос здравоохранения. Вот ты депутат. Человек пришел со своей проблемой. Это ведь надо решать. Ну естественно, надо. Будем пытаться решать. Вопрос в том, как получится. Да, бывает часто, что депутаты наши же звонили нам в новости, к нам в редакцию и просили помочь. Депутаты? Депутаты, да. Таких историй много. А, то есть у тебя получится совмещение, как бы совмещение, как бы называли пресса четвертая власть. Да. Ну хотя она, по-моему, уже давно никакая не власть. Нет, здесь ты понимаешь, как бы в чем наши силы, как мне кажется. Именно в том, что любая информация, которая сейчас скрыта от общественности, как они там собственно делят, я не знаю, деньги, земли, как они лоббируют собственные интересы, с того момента, как там появятся нормальные журналисты, эта тема перестанет быть закрытой. И, может быть, им будет немножечко стыдно остальным прошедшим депутатам, например, от Единой России, да, застройщикам, хозяевам торговых центров, управляющих компанией и так далее, и так далее. Да, может они немножечко постерегутся когда-нибудь. Значит, сегодня вечером вся эта информация будет выложена уже. Где сейчас можно увидеть тебя на экране? Ну, только в Ютубе. Пока только в Ютубе. У тебя есть свой канал или еще что-то? Ну, это канал НТН-24. Там еще можно увидеть. Ну, и теперь еще у Тимура Ханова. Да. И у Тимура Ханова. С большим удовольствием. Насколько ты... Смотри, смотри, смотри. Смотри. У кого-то праздник? Да. Вот в этих кустах у кого-то праздник. Хорошо. Давай вернемся к Марии Лондон. Что тебя радует в жизни? Что для тебя сегодня праздник? Чем тебя можно порадовать? Маленькие радости женщины, как бы это правильно сказать, замечательного возраста? Очень серьезные радости, когда по утрам нет давления. Например, это серьезный повод для радости. Да, когда не болеют дети и внуки. Ну, смешные, нормальные, маленькие женщины. Ладно, хорошо. Я тогда по-другому немножко спрошу. У тебя же бывает свободное время? Ну, да, немножко. Ну, даже иногда. Урвать удается. На что ты его тратишь? На друзей. На собаку. О, у тебя есть собака? Да. У меня давно было две собаки, да. Давно собачницы? Да, всю жизнь. Всю жизнь. У меня всю жизнь собаки. Почему собаки? Я не знаю. Я собачница. Взаимоотношения с кошкой у меня как-то не складываются. Может, все кошки были нити. Мне очень нравятся мейн-куны. Может, когда-нибудь я себе такого здорового. Здорового. Ты знаешь, я бы сказал, что не всегда кошки уживаются друг с другом. Ну, да. Да, кстати. Может быть так. Может быть и так. А собаки это... Слушай, а вот то, что собаки говорят верные друзья. Для тебя? Или что для тебя? Для чего собака тебя привлекает? Значит, я никогда не думал, что меня в них привлекает. Я их люблю и все. То есть, чтобы иметь с тобой хорошее отношение достаточно, чтобы ты их любил и все. Ну, да. Конечно. Ну, они честные. Они не хитрые. Нет. Хотя я вру, конечно. Господи, чушь какая. У меня вот собака... Одна собака у меня старенькая умерла в январе. А мелкий, может, пять лет остался. Очень хитрый парень, да. Согрешила хитрость. Хитрость. Манипулятор, да. Есть. Но, тем не менее, ты знаешь, как ты кошка сама по себе. А этот парень... Манипулятор, да? Подойдет голову, положит. Да, и все, я куплено. То есть, Мари Лондону говорить можно? Например? Ну, и только собакам. Собакам? Только собакам. Слушай, а тебе... Детям. А тебя пробовали покупать? Расскажи что-нибудь такое. Ай, ты знаешь, пробовали. Ну, я имел ввиду. Уже не так... Уже можно сказать, не в этой жизни. Да, это было там... В начале... В начале двухтысячных, там, в конце девяностых. Но потом все поняли, что это номер бесполезный. И как-то прекратили этим заниматься. То есть, у них столько денег нет? Ну... Ну, по крайней мере... Больше заходов не было. Ко мне лично, во всяком случае. А вот... Ты занимаешь... Ты зарабатываешь журналистикой? Да, только. Хватает? Ну, хотелось бы побольше. А еще какие-то есть доходы? Нет. Нет. Только работа. А какие еще могут быть доходы? Ты имеешь в виду, что какой-то свой мелкий бизнес? Ну, не знаю. Бизнес, капитал. Нет. 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 Или там, родственники помогают, или... Нет. Ну, у меня есть двое детей, которые уже, в общем, сами, понимаешь, зарабатывают деньги. В общем, то, что я никогда не останусь голодной и холодной, сто процентов. Слушай, какая польза бывает от детей? Вот я сейчас похвастаюсь. Не граю. Ребята, не только у Марии Лондон есть. Дети есть у Чайуханова Тимура. Смотрите, вот видите, у меня написано. Я из Сибири. С гордостью его. Дети прислали. Это мне сын отдал. Есть замечательность. Заводите детей. Это очень полезно. Сначала вы им покупаете игрушки и вещи, а потом они вам... Вам лекарства. Они вам лекарства. Они вам лекарства. Очень умная, мудрая дочь, которая меня балует систематически. Я извиняюсь, конечно, своими маникюрами. Я обязана исключительно ей, потому что я бы сама не собралась. Она делает просто. Она мне звонит и говорит, так, во столько-то. Я говорю, Алена, я не могу. Ну что, что, что. Я говорю, Алена, я не могу. Она говорит, значит, так, я заплатила твое дело, не хочешь, не иди. Все вот так вот со мной, коротко и ясно. А, она умеет разговаривать с мамой? Да, да, да. Наверное, она единственная, кто умеет с мамой разговаривать. А сын я сдаю сразу все позиции. Тут я все позиции сдаю сразу. Слушай, ты мне так сегодня много раз рассказал о том, что собаке стоит положить голову, перед сыном ты сдаешь все свои позиции. Но на экране ведь образ совсем не такой уж мягкой женщины. Так, ну я, наверное, не такая уж мягкая женщина, если дело не касается моих детей, моих собак. А, то есть... С ними... Я хотел спросить, извини, вот на экране это некий образ придуманный или это и есть Мария Лондон? Нет, это... Ну, как бы есть работа, есть семья. Да, и, в общем, наверное, нормально, что я на работе один человек, в семье другой. Кто тебе пишет тексты? С ума сошел. Я такой вопрос просто дурею. Ни разу в жизни мне ни одного текста не написали. Бывает, что я другим пишу тексты. Мне ни разу никто текст не написал. А бывали такие вещи, когда ты работала на заказ, ну, не потому что заплатили, ну, не только потому что заплатили, но работа нормальная, но надо ее сделать, потому что заплатили деньги. Меня, во-первых, Бог миловал, да, во-вторых, видимо, благодаря Яше. Как бы никогда в жизни мне не сказали, там, напиши тексты, не знаю, сделай сюжет, что-то еще, как бы он меня в этом отношении очень берег. От этого искушения или от такой нужды тебе не было такой дилеммы, да? Нет, ну, а потом это же, опять же, надо знать меня. В общем, я Якова Руимовичу Лондону 13 раз заявление об увольнении писала, да. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Ты писала 13 раз заявление. А с чем это было связано? С личными отношениями? Ну, почему с личными? С рабочими исключительно. Ну, например. Да, ну, я уже сейчас не вспомню. Ну, разные бывают, но неправильно. Ты косу посмотрел или там обругался матом? Да нет, 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 зачем? Просто когда мы не могли найти согласие там по какому-то вопросу конкретному рабочему, естественно. Или когда Яков Руимовичу мне говорил, так, этот сюжет чушь полная, убирай его. А я понимала, что это не сюжет чушь полная, а какая-нибудь другая причина. И тут начиналось... Косаный камень, да? Вплоть до увольнения? Да. И кто выигрывал, в конце концов? Ну, я, конечно. Ну, в смысле, мое заявление рвали. И, в общем, все получилось так, как мне. А, ты шла в банк и не проигрывала? Да. А вообще любишь азартные игры? Какие-нибудь карты, я не знаю, там, скачки? Наверное, люблю. Наверное, люблю. Я так подозреваю. Просто я не позволяю себе никогда никоим образом этим заниматься, потому что, знаешь, ты человек азартный. Азартный? Поэтому бережешься от этой революции? Да, да. А вот, скажем, погонять на машине, на мотоцикле? Потому что некоторые девушки очень любят, скажут, или мечтают. Нет, погонять на машине, да, я люблю. У меня были всякие разные истории. С этим связано на мотоцикле, нет. А на машине, что история, скорость превышала или попадала в неприятности? Нет, скорость, скорость, скорость превышала. Ну, это такой грех довольно распространенный. Да. Как же вы так, Барья Эдуардовна? Ну, это было ранее. С такими словами тебя не останавливали? Да, конечно, останавливали. Узнавали? Да. И как реагировали? Помогала популярность? Ну, пару раз. Ну, все-таки, да. Хоть жерстикло. Пару раз, да. Слушай, давай сейчас попробуем еще раз. Популярность или как? Нет, нет. Ужасно неудобно. Ладно, да, просто поспешим людей по политику. Потому что мне все-таки интересно. Видишь, люди подают как раз темы, которые являются для них острыми. Кто-то сказал про школу, кто-то сказал про транспорт, про метро, например. У нас мы настолько отвыкли от того, что в городе на самом деле надо строить метро, что люди даже об этом и не вспоминают. И некоторые там области с радостью докладывают, что мы достроим одну станцию раз за 20 лет. И сколько лет уже они закладывают? Сейчас я еще поспал. Найду кого спросить. Извините, пожалуйста, здравствуйте. Вы здесь живете? Да. Вот скоро будут выборы. Как вы думаете, чем должен заниматься? Снимайте. Снимайте. Не, не хотите? Человек не хочет. Мне всем нравится. А ты, когда первый раз на тебя камеру направили, испугалась? Ну, не очень приятное ощущение. А теперь? Да тоже не очень приятное ощущение. Вот как. Я тут стараюсь улыбаться с дальней стороны, со зрителями настроения. Нет, если бы ты меня там метр с десяти снимал, то мне бы это больше понравилось. Ты знаешь, мне нравится рассматривать, вот я все-таки не удержусь от комплимента, мне нравится рассматривать твои глаза, и я хочу этим поделиться со зрителями. Это не нам? Нет, наверное. Можно вас спросить? Да. А вы можете подъехать? Вы здесь живете? Мы нет. Ну, тут рядом что-то. Вон там, да? Нет, на той стороне. А, на той стороне. Вот здесь, в Зальцовском районе, какие проблемы? Вот если бы вы увидели депутата или мэра, что бы вы им сказали? Ну, первой дороги очень такое себе. Дороги плохие? Негде даже. Слышно, да? Даже пешеходных переходов где-то вообще нет. Не то, что пешеходных переходов, даже самих тротуаров нету. То есть мы, ну, велосипедисты, мы не везде можем по дорогам ездить общественного пользования в плане, ну... То есть для вас важно, чтобы дороги? Да, хотя бы пешеходные, ну, элементарные для людей дороги, где люди ходят. Понятно, спасибо. Здравствуйте, извините, вы здесь живете? Да, я очень коротко. Очень. Если бы кандидату в депутаты, вы бы какое поручение дали? Одно простое, это важное самое. Навести порядок с тротуарами для пешеходов. Их никто не учитывает никогда. Понятно, ясно, спасибо. Здравствуйте, вы здесь живете? Меня Тимур зовут, я его тут снимаю. Скоро будут выборы, какое поручение вы дали бы депутату? Оставить вот эту зеленую зону. Да, это самое важное. Это самое важное? Может быть, в Зайльцовском районе, да. Понятно. Оставить эту парковую зону. Вот мы как раз сейчас с тобой здесь, около этой парковой зоны. Да. То как бы, почему мы здесь стоим с тобой? Хотя мне вот, я с тобой готов поговорить. Давай. Так, ну по правилам жанра я не должен на этой позиции. Да. У меня в кадре должно быть с одной стороны этот. Есть некоторые операторские правила. Почему мы с тобой здесь? Ну, потому что самая болезненная проблема Зайльцовского района, восьмого округа в том числе, да, это вот эта вот самая речь Кольцовка-1. То есть, все то, что вокруг нее происходит последние несколько лет. Ну, считай, если вот еще уйти в ту сторону, да, за Роял-парк, то там обещали людям сквер, в результате там сейчас будет строить двадцати четырех, что ли, этажку, да. Дальше сейчас вот здесь, вот ты снимал в прошлый раз, где уже там забивают сваи, берут пробы. Нет, еще не забивают. Ну, собираются забивать. В общем, мы все примерно знаем, кто это делает. Место парка, который люди много лет ждали, там будет многоэтажный дом. Ну, пока еще неизвестно, потому что, смотри. Да будет, будет. Будет, думаешь, будет. Ты снимаешься? У нас, вот можно посмотреть вокруг, тут раньше этих домов не было. Причем, да, смотри, все же просто. Я читала исследования, в семнадцатом году еще были сделаны, что вдоль Ельцовки живет в пределах 500 метров 35 тысяч человек, в пределах километра 70 тысяч человек. Этим людям всем некуда совершенно пойти. Да, вот здесь сейчас хоть какая-то зелень, я понимаю, что это бардак надо. Сносите, надо делать нормальный зеленый парк. Да, ну вот как? Что еще можно? За то, чтобы был парк. Да, безусловно. Ты представляешь, какая это будет благодать? Это же и людям, и собакам. Конечно, тут дальше идет. Там семь школ вокруг, и детям просто некуда выйти. Детям нигде, ни на велосипедах, ни на самокатах. Да, пенсионерам выйти гулять некуда. Некоторые говорят, что здесь надо дорогу проложить. Я тут снимал весной. Да, некоторые говорят, но это еще один бред. Ты представляешь, что будет с людьми здесь? Если здесь будет идти дорога, она будет идти, получается, да, от Красного проспекта до Ипподромской. Да, это будет еще одна дублирующая дорога. Городу не хватает дорог. Ну, так надо думать, как это делать, а не забирать последние зеленые зоны. У тебя есть решение, вот скажем, транспортных проблем и зеленых проблем? Там очень много, там очень много вариантов, понимаешь, как бы, да, во всем мире же машин становится все больше, во всем мире есть проблема дорог, люди их решают. А у нас вот этот бред, давайте закатаем речку, да, снесем последние зеленые зоны, сделаем здесь еще одну дорогу, которая будет вонять, пылить. Я спрашиваю, у тебя есть решение? Нет, смотри, все же очень просто, да, почему, например, мы идем вместе в коалиции, потому что… Да, расскажи немножко. Потому что у нас динамисты, у нас есть юристы, да, у нас есть журналисты, все эти вопросы надо решать сообща, потому что журналист не может просто, в силу, понимаешь, отсутствия специального образования, придумать, как решить проблему дорог. Да, это должно быть коллегиально. Подожди, пожалуйста, логотип, чтобы было понятно. А, вот, вот. Пожалуйста. Это символ коалиции. Ты не одна идешь, вас целая команда. У нас большая команда, именно потому что, точно так же, как, я не знаю, экономист не может досконально разобраться в проблемах с культурой в городе. Мы с тобой уже дошли, 45 минут урок закончился, дзынь, звонок прозвенел. Хорошо. Ты можешь сказать от себя, вот я спросил, зачем ты идешь? Ты сейчас, вот, у тебя есть 30 секунд. Зрителям скажи сюда, избирателям сюда вот скажи, зачем ты идешь и что ты будешь делать. Единственная цель – сделать этот город лучше. Все? Наш город. Наш, конечно, наш. Чего же еще-то? Я в нем живу 52 года. Ну вот, самый главный вопрос спросили. Сама ответила. Ладно. Да. Пусть так и будет. Харик вон. Чтобы было важноakat. Давайте Cinderee определил… Понятно.